Слушайте доктора. И меня сегодня интересует такая тема, как варианты проведения диагностики с целью выявления, обнаружения онкологии на ранней стадии, а также возможных предпосылок, которые могут существовать в организме, предпосылок к появлению онкологии. И особенно подробно хочется остановиться на теме такой патологии, как рак шейки матки. Поэтому именно такие гости у нас сегодня в студии. Давайте начнем, мы конкретизируем с вопроса о том, что уже сейчас происходит у нас, что происходит с онкологией с точки зрения гинекологии, именно по вашему профилю. Евгена Михайловна, поясните, пожалуйста. Здравствуйте, наши радиослушатели. Здравствуйте, Вера, еще раз. Тема очень злободневная. Онкологических заболеваний у молодых женщин стало достаточно много. И удивительно то, что многие из этих заболеваний могли бы быть выявлены на более ранней стадии. Вот это самое печальное всегда. Да. И не надо винить обязательно медицину. Есть много факторов. Мы сталкиваемся с тем, что даже молодые женщины-гинекологи не любят посещать или посещают раз в несколько лет. Мы сталкиваемся с тем, что есть пациентки, которые регулярно, исправно посещают докторов. Но проблема, на мой взгляд, она связана с международными стандартами, которые мы пытаемся перенести на нашу российскую действительность. И они немножко не работают. Но об этом я потом скажу. Но мне бы хотелось начать вообще-то разговор, наверное, со статистики. И вот статистику как раз у нас Екатерина Александровна подготовила. Давайте дадим ей слово. Да, если можно, перед статистикой, Елена Михайловна, еще вопрос. Многие говорят о том, что все больше и больше стало таких-то заболеваний. Все больше и чаще мы сталкиваемся с такими-то патологиями. Давайте здесь сразу же сноску сделаем. В связи с чем мы говорим, что время у нас такое. Есть, насколько я понимаю, определенные факторы, которые в некоторых случаях способствуют появлению онкологических заболеваний. Я правильно понимаю? Ну вот, конечно. Я просто про них скажу потом. Отдельно по видам заболеваний. Что имеет значение? Что можно выявить? Просто статистика говорит о том, что у нас на первом месте. В каком количестве встречается. Выросла, не выросла частота встречаемости. За последние годы. И вот буквально 5 минут Екатерина Александровна скажет, что у нас происходит. Да, Екатерина, одно вам слово. Но статистика, она неутешительна. То есть сколько посмотрела литература, с каждым годом частота, допустим, по раку, шейке, она все больше и больше. То есть примерно это 15,6 на 100 тысяч населения. 100 тысяч населения – это здоровые люди или у которых заболевания онкологические уже выявлены? Это среди, получается, уже здоровых. То есть среди, допустим, всех злокачественных процессов, если брать гинекологию, то есть рак шейки на втором месте. То есть после рака молочных желез, потом уже идет у нас рак тела матки и яичников. И получается, что несмотря даже на доступность медицины, доступность обследований сейчас в наше время, то есть каждым годом встречается все чаще и чаще. То есть примерно это 10-12 новых случаев на 100 тысяч женщин, если брать вот так вот. Поэтому несмотря даже насколько сейчас доступна медицина, то есть и обследований есть тоже очень много. Все равно, то есть по статистике каждый год, то есть не намного, но все выше и выше процент заболеваемости. Я думаю, что здесь все связано, что чем больше уровень заболеваемости, тем и выше уровень медицины. То есть здесь медицина нас догоняет, или мы как-то здесь, получается, приезжаем? Я думаю, что медицина пытается догнать происходящую ситуацию. Факторов развития заболеваний онкологических вообще-то много, начиная с простого. Активный образ жизни. Начнем с экологии, чем мы дышим. Хотя, наверное, если посчитать количество закрывшихся предприятий, ну, наверное, экология должна быть лучше и лучше. Ну, я думаю, что просто в связи с экономической ситуацией многие предприятия не могут выделить должные суммы на экологические проекты и где-то пытаются избежать, может быть, не заплатить, схитрить. Это я никого не виню, так бывает в жизни. И больше стало автомобилей, больше выхлопных газов, опять же парниковый эффект. Смотрите, редкую зиму минус 30 у нас. То есть в это время погибали... В этой зимы даже не было ни разу. Да, погибали вирусы, микробы, происходило естественное самоочищение, иммуностимуляция для людей. То есть, ну, что-то меняется. Окружающая среда меняется. Потом мы не уделяем должного внимания питанию. Раньше люди соблюдали посты, были больше верующих. Пост ведь очень полезен для человеческого организма. Идёт тоже какое-то очищение. Потом, я думаю, что так как появилась замечательная возможность получить из одной коровы больше мяса и молока... Но качество продукта тоже, ты сказала. Да, связанное с использованием современных технологий, получается, что качество мяса и молока ухудшается. И, может быть, даже нам нужно меньше есть вот таких продуктов, больше есть квашеной капусты зимой, как ели наши предки. Ничего не могу сказать. Очень много факторов. Нет такого, что самое главное. Но вот хотелось бы поговорить как раз о раке шейки матки. Он у нас на втором месте среди онкологических заболеваний у женщин. Шейку матки можно просто увидеть на осмотре у гинеколога. Она не прячется где-то. Это не кишечник, это не печень, которую не увидишь просто так. Не поджелудочная железа, не яичники. В принципе, можно просто к гинекологу прийти на приём. Гинеколог использует зеркало и увидит вашу шейку. Элементарный зеркало. Первичное осмотре у нас получается. Да, да. И в принципе мы видим много рака шейки матки. И хотелось бы, конечно, сказать о том, что вызывает в подавляющем большинстве случаев рак шейки матки. Это вирусы папилломы человека. ВПЧ сокращено. ВПЧ, да. И вот как раз Епатерина Александровна приготовила рассказ про то, сколько вирусов, какие имеют значения. И как их выявить самое главное. Да, и в принципе я вот о чём бы хотела пока сказать до её подробного выступления. О том, что Россия пытается ориентироваться на многие европейские стандарты. Это моё личное мнение. Я не утверждаю, что это мнение эксперта. Почему мы не можем применять многие стандарты? Например, сейчас принято, даже если у пациентки выявлены вирусы папилломы человека онкогенного типа, но при обследовании не найдено клеток патологических или переходящих в состояние раковых, каких-то изменённых, если их нет, то есть мнение, что вирус можно не лечить. Я согласна с этим. Да, в Европе, когда всех девочек в подростковом возрасте прививают вакцинами поливалентными, против множества вирусов. Их хватает на всю жизнь. Их хватает, да, на всю жизнь. Причём, если мы прививаем против одного вируса, то иногда формируются перекрёстные иммунитеты против других вирусов. А сейчас вакцины идут против множества вирусов. И это государственные программы. Родителям не надо озадачиваться, искать какие-нибудь огромные деньги. Просто берут и прививают. Всех массово. Естественно, даже если вирус попадает в организм такой пациентки во взрослом состоянии, то и даже если организм этот вирус не уничтожил, то за счёт наличия антител организм в некотором смысле защищён. Даже не в некотором, а в серьёзном смысле. И вирус, он может просто жить, но не вредить. И только лишь тогда, когда при обследовании выявляют какие-то изменения клеток, не раковые, а просто перестройку, вот тогда начинают что-то там лечить, убирать и так далее. Вот это европейские подходы. Они тоже не хотят зря тратить деньги, лезть с ненужными операциями. Они пока наблюдают. У нас такой метод просто неприемлем. Потому что мы можем не успеть поймать перестройку, мы можем успеть поймать уже рак. Да это в лучшем случае. Да. И поэтому всё классно, конечно, ориентироваться на Европу, на цивилизованные страны. Но давайте будем честными. Не очень не цивилизованная у нас страна, видимо, получается, раз подростков не прививают. И я хотела бы сказать, что речь идёт о вирусах. Вирусы настолько мелки, что презерватив надёжно от них не защищает и может проникать сквозь поры презерватива и во время прелюдий при половых отношениях. И, к сожалению, инфицирование может быть очень легко получено. Тем более, что, в общем-то, нет культуры сексуальных отношений. Как-то считается нормальным. Уже молодёжь встретились и в этот же вечер без всяких методов барьерных вступили в близкие отношения. Поэтому здесь пересекается очень много сфер, начиная от системы ценностей, семейных ценностей, государственной защищённости. Ну вот интересная очень часть про вирусы. Как раз вот расскажет Екатерина Александровна. Вирус папиллома человека – один из основополагающих, базисных причин, одна из причин возникновения рака, в частности, шейки матки. Расскажите, что это такое, какие виды бывают? Ну, вирус папиллома человека – это прежде всего вирус. То есть самый, получается, высокий онкогенный – это 16-18 тип. То есть при наличии которого… Онкогенный, давайте поясним, то есть тот, который может вызвать… То есть как раз 16-18 он вызывает, да. То есть при его наличии, то есть, соответственно, мы понимаем, что женщина в группе риска. Есть другие типы, тоже средний, ну и также высокой онкогенности. То есть мы чаще всего обследуемся, ну, есть именно на высокие канцерогенные, получается, вирусы. Это вот брать, если ПЦ-реакция, то есть либо 15, либо 21 тип. То есть при наличии одного из них, либо бывают сочетания, то есть несколько типов встречаются от этого же вируса. То есть мы понимаем, что пациентку надо наблюдать, надо более тщательно обследовать. То есть не только брать вот простую онкогатологию, то есть которую берут там раз в год, бывает на профосмотрах, и то бывает по-разному ее можно взять, то есть некачественный забор материала. Вот. И, соответственно, если мы видим какой-либо из вирусов, направляем пациентку на эту же кольпоскопию, чтобы посмотреть шейку вообще под микроскопом с реакциями, с уксусом, с люголем, то есть какие у нас будут после этого результаты обследования. Сейчас тоже, ну, давно появился метод жидкостной онкогатологии, она более информативна. То есть там именно подробное описание по каждой патологии шейки и, соответственно, то же самое и воспалительный процесс. Точно так же все это описывается. И, соответственно, то есть если, ну, присутствует, вот, допустим, в нашем центре, если мы видим пациентку, у нее выявлен вирус папиллома человека, как правило, мы начинаем ее обследовать дальше и последующее лечение. Потому что оставлять вирус и просто наблюдать за пациенткой, то есть все равно это получается ждать, когда появятся уже изменения на шейке. То есть не профилактировать, а, получается, выждательная тактика. То есть такое, в принципе, сейчас, я думаю, неприемлемо. Я бы даже рассказала, что у меня есть два конкретных случая. Вот просто вот через мои руки прошли. И, ну, я бы, наверное, начала с того, что, как у нас все происходит. Пациентка приходит обычно либо в смотровой кабинет, либо в женскую консультацию. И раз в год, если она пришла, никто ее не будет вылавливать, зазывать, звонить, уговаривать. У нее возьмут бесплатно в женской консультации. Мазочек называется онкоцитология. Если она записалась, пришла, то доктор ни за что не откажет. Это скрининговый метод. Берут его раз в год. Но... Раз в год, потому что чаще смысла нет, насколько я понимаю. Раз в год берут у здоровых женщин. Имеет смысл брать чаще при наличии патологии, когда хотят что-то найти. И вот смотрите, приходит себе здоровая женщина, но не повезло ей попала она к какой-нибудь молодой, неопытной доктору-акушерке. Неважно, неважно. Ну, просто шейка такой формы. Просто шейка неудачно, допустим, имеет изгиб. Я просто перечисляю просто факторы. Имеет какие-то стриктуры после родов, абортов. И сужение. И, естественно, когда доктор берет, он может не зайти на достаточную глубину, взять только поверхностно. И это не обязательно плохой доктор. Вот так сложилось. Вот такие анатомические особенности. Ведь этот не очень приятный мазок, извините, таким ёршиком залезают вам достаточно глубоко, и ощущения такие, что прям вот до гландов достали. Ну, на самом деле так нужно. Потом наносят материал на стекло и отправляем в онкодиспансер для окрашивания и просматривания клеток. Это обычная онкоцитология. Опять-таки говорю, она не является стопроцентной. Плюс ко всему позиция, опять-таки, зарубежных специалистов в том, что если на шейке есть железистые петели, так называемая эрозия, так называемая простая эктопия, то типа мы будем наблюдать за ней. Но можно не лечить. Это европейский подход. Да. Потому что они привиты ещё раз. Да, можно наблюдать. Но надо понимать, что это неправильное расположение клеток. Клетки находятся в кислой агрессивной среде. Они не должны там находиться. Да, они здоровые клетки, но они травмируются при половой жизни. И присоединение туда вируса папиллома человека, даже средней онкогенности, слабой онкогенности, может привести к чему угодно. Что такое слабая онкогенность? Это значит, не в 100% возникает рак. Что такое сильная онкогенность? Это 99,9% вызывает рак. Вот и вся разница. Кто сказал, что вы попадёте в 30% или 70%? Или в какую категорию вы попадёте? Наверное, никогда не знаю. Но когда сейчас иногда приходят пациентки, и мы видим на шейке просто ужас, она говорит иногда, да что вы, я недавно была у гинеколога, мне сказали, всё нормально, у меня всё хорошо. Что значит ужас? Поясните, пожалуйста. На шейке, допустим, мы видим пятна, видим образование, видим кисты, видим неправильный рост клеток, иногда видим кандиломы, папилломы, образование. Это мы говорим, извините, что при первичном осмотре. Просто на осмотре глазом. И иногда вот ты видишь какое-то пятнышко, ну вот оно вот не нравится тебе, да? Но для того, чтобы шейку нормально осмотреть, должен быть нормальный осветительный прибор, зеркало. Желание врача увидеть что-то, а не взять все 100 пациенткам за полдня онкоцитологии. Понимаете? Когда пациентка приходит к нам на приём, у нас 30 минут, иногда 45 минут на приём пациентки, и мы разбираемся, а что происходит-то. Если мне что-то не нравится, вот мы, я направляю, например, к Екатерине Александровне на кольпоскопию, видеокольпоскопию с видеофиксацией. И мы фотографируем шейку, и получаем серию фотографий при увеличении, после обработки специальными растворчиками. И патология, она иногда просто видна. И мы сохраняем фотографии, мы обязательно прикладываем это в качестве документа, в карточку, и выдаём пациентке, чтобы она понимала. По электронной почте также высылаете. Да, мы всё говорим, показываем, рассказываем, говорим. Вот здесь вот норма, здесь не норма. И в зависимости от того, что мы находим, мы планируем обследование на вирусы папиллома человека, ещё что-то, ещё что-то, да, на инфекции, передаваемые половым путём. Иногда назначаем противовоспалительную терапию и повторяем кольпоскопию через 3 месяца, через полгода. А что изменилось-то, динамика-то есть положительная или надо убирать уже это что-то? Что, о чём мы говорим? Если мы не можем найти методом обычной онкоцитологии, используем жидкостную. Что такое жидкостная? Берутся клеточки, они помещаются в специальную жидкость и потом наносятся тонким слоем в одну клетку на несколько стёкол. Не на одну, как мы берём онкоцитологию с цервикального канала, и на наружную часть шейки матки, второе стекло, а именно тонким слоем, в один слой. Увидеть патологическую раковую клетку, предраковую, это лучше, проще и информативней. Но она, к сожалению, дороже, она более дорогая. И, кстати, наш кировский онкодиспансер тоже делает жидкостные онкоцитологии. Они, в общем, профессиональные. Я хочу сказать, что у нас достаточно хорошая, качественная онкологическая служба. Но, к сожалению, чаще всего она уже имеет дело с заболеваниями. Вот. И я не знаю, смогла ли я объяснить, чем отличается обычная онкоцитология от жидкостной, но у нас такие возможности есть. И обычно мы стараемся разобраться. Дальше. Хотелось бы рассказать про два случая, которые прошли через мои руки. Первый случай. Молодая женщина пришла готовиться к беременности. Вот. И у нее нашли на шейке изменения. Доктор привела в порядок эту шейку. И, естественно, перед началом у нее был выявлен вирус папиллома человека. Но лечила она уже не у того доктора, который обследовал, а у другого. Эрозию ей убрали. И шейка стала чистая. Через полгода она приходит, не забеременела, на шейке все плохо. И доктор наблюдала, брала онкоцитологии, смотрела, фиксировала, как шейка превращается в рак. Но, к сожалению, онкоцитологии ничего не показали. Закончилось тем, что эта молодая женщина, так не родив, ни разу в жизни не забеременев, лишилась и матки, и шейки, и придатков. И, к сожалению, своих детей у нее уже не будет. Вопрос. А что трудно было посмотреть, полистать, узнать, спросить, да, обследовать, увидеть, что у нее был вирус папиллома человека высокой энкогенности? Что, пролечить было трудно? Жалко, что ли? Это уже личное дело пациентке, согласиться или отказаться. Но она уже обследована. Буквально несколько дней назад моя пациентка, многолетняя, пришла тоже с жалобами. Ей трижды убирали изменения на шейке матки. Три раза. То есть это был не рак, но было состояние предрака. И уже предложили убрать все. Ей нет сорока лет. Типа нет органа, нет проблем. Но по листам карточку... У нее еще были планы, да? Возможно. Возможно. Всего двое детишек. Можно еще парочку завести, никто не мешает. И оказывается, в 2013 году у нее как раз высокоонкогенный штамм вируса папиллома человека был выявлен. И, в общем-то, его и никто и ни разу не лечил. Так, а чего обследовать-то, если вы не лечите? А если нашли, так вам что, трудно пролечить? Нет. Давайте будем три раза отрезать шейку. Один раз, второй раз, третий. От шейки уже почти ничего не осталось. Предлагать удалить все полностью. Это разве решение проблемы? В общем-то, я хочу сказать, уважаемые пациентки, спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Если вы не приходите к врачу, если вы не задаете врачу вопросы, если вы не информированы о рисках, в общем-то, врач женской консультации берет стандартные анализы и отпускает вас на год вперед, если ничего плохого не находит. Что будет за этот год, какой будет у вас иммунитет, какой вирус попадет в ваш организм, мы не знаем. Это раз. Второе. Если вы даже где-то сделали конизацию, вам удалили часть шейки матки, рака не нашли, так вы придите к своему врачу, скажите, доктор, что-то со мной происходит, почему-то у меня было заболевание, предшествующее раку. А что является причиной? Давайте пообследуем, давайте уберем. Я вот слышала про вирусы папиллома человека, давайте их полечим, давайте обследуем мужа, может, он просто носитель, а я вот болею. Но почему-то никто не хочет этим заниматься. А снициатива должна идти непосредственно от женщин. Ну, смотрите, если мы… Еще есть такие пациентки, например, которые очень образованные, они любят почитать в интернете, почитать международные стандарты. И ко мне пришла пациентка просто на мазок, 30, по-моему, 5 лет, работает в общепите, шейка, ну, просто кошмарная была. Женщина после родов, шейка деформирована, с кучей изменений. Естественно, если я беру мазок, я что должна промолчать, сказать, вы знаете, мое дело взять мазок, я не отвечаю ни за что. Конечно, говорю, мне шейка ваша не понравилась. Здесь есть это, 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 на глаз. Вам нужно сделать кольпоскопию и нужно обследовать на вирусы папиллома человека, потому что, может быть, возможно, онкологическая перестройка. Вы меня так напугали, я ни за что никуда не пойду, я пойду только к онкологам. Пожалуйста, пожалуйста, идите. Так, и что онкологи ей в этом случае могут сказать? Онкологи ей скажут, допустим, на сегодня у вас рака нет, идите дальше. И ходите, гуляйте, ждите, когда у вас он случится. Причем они это тоже не со зла наверняка говорят. Не потому что они плохие, потому что они занимаются уже выявленной онкологической патологией. А вообще-то это забота женщины. Если она приходит к врачу и не спрашивает, а что у меня, а как у меня, а откуда у меня, надо ли мне что-то делать, врач тоже может в женской консультации понять, что ей неинтересно и, в общем-то, ничего такого плохого она не видит. Поэтому чем хорошо у нас? Да, у нас консультации платные. Ну, во-первых, они длятся не пять минут, далеко. Во-вторых, мы все подробно объясняем, показываем, рассказываем. Ну, вот про некоторых очень умных пациентов хотела сказать, что они прочитают в интернете, что не надо. И когда ты говоришь, вот, вы знаете, вот вам даже сделали кольпоскопию, вы видите изменения на фотографиях, вам нужно обследоваться на вирусы папиллома человека. Нередко, нередко слышишь, где-то, ой, меня хотели развести на деньги. Вот мне назначили такую кучу обследований. Да не обследуйтесь, девушки, пожалуйста, только не вините потом врачей, что они вам не говорили. Лучше обследование пройти все, на мой взгляд, опять-таки, это мое личное умение, чтобы на всякий случай факторы некоторые исключить. Ну, да, кто-то, может быть, на ночь съедает буханку хлеба, запивая бутылкой водки, а потом жалуется, что фигуры не соответствуют стандартам. Да, тоже вот есть такие люди, да. Ну, вот здесь то же самое. Если пациентка хочет разобраться, понять и задает врачу вопросы, у нас нет ни одного врача в клинике, который бы отказал пациентке в разъяснениях и в обследовании, и отмахнулся бы. Нет у нас такого. В принципе, работы такие. К Екатерине Александровне еще, если позволите, вопрос. Вирус пополам человека, о котором мы сейчас в том числе и говорим. Насколько я понимаю, это может быть как врожденное, так и приобретенное явление, правда? Нет. Вирус пополам человека – это именно вирус, передающийся, прежде всего, половым путем. Вот. И, соответственно, если, допустим, девушка, женщина начинает жить половой жизнью и не предохраняясь, она, соответственно, получается, что, опять же, в группе риска по заболеванию. То есть, что у нее появится этот вирус, она будет тоже носителем. И прежде всего, то есть, у девушек это поражение шейки. То есть, если мужчины являются носителями, он может у них проявляться в качестве, ну, появления тех же попелом, кандилом, мужчины могут не придавать значению. Женщины, как правило, то есть, особенно если у нее есть эрозия, то есть, к чему как раз и тропин вирус попелом у человека, соответственно, эти клеточки начнут меняться. Вот. И появление вот этих всех фоновых предраковых заболеваний, как дисплазии, лейкоплакии, но если все это не лечить, дальнейшее – это уже рак шейки матки. Я слышала о случаях исчезновения в ИПЧ. Это реально? Бывало, может быть. То есть, но это, опять же, если сильный иммунитет. То есть, если организм у женщины, у девушки не ослаблен. Потому что бывало так, что приходят пациенты, начинаешь собирать анамнез, она говорит, да, у меня был когда-то такой-то тип. Спрашиваешь, лечили? Нет, не лечила. Перебираем. То есть, как бы пациент согласен, да, обследоваться полностью. В анализах приходит все отрицательно. И причем обследование, то есть, чем хорош анализ ПЦР, то есть, он показывает еще количество забора клеток. То есть, немало ли мы взяли, то есть, хватит ли вот этого материала, чтобы именно выявить его. Потому что, если мазок взял некачественно, соответственно, анализ у нас приходит, что повторить. То есть, они не будут писать, что ничего не обнаружено, просто перебрать повторно. И все это количественно указано. То есть, соответственно, и пациент видит, что у него качественно взяли материал, что не пропустили ничего, что это не просто так, что пришел отрицательно, хотя он когда-то был. Но встречается. Но не так тоже часто. То есть, чаще всего, если он был, и причем шейка поражена, то все равно он остается дальше в организме. Редко. То есть, не скажу, что очень часто он сам по себе пролечивается. Но бывают такие случаи. Я просто хочу сказать, что существует мнение, что контакт с вирусом папиллома человека происходит у большинства женщин. Но далеко не у всех, не все становятся носителями, и тем более заболевшими. Считается, что иммунитет женщины в основном справляется. Но опять-таки, мы ссылаемся на чьи исследования? Европейские исследования? То есть, там, конечно, так как привитые пациентки, и организм лучше справляется с вирусами. У нас этого нет. Конечно, вирусом папиллома человека может заразиться и девочка, и ребенок, не живущий половой жизнью. Это может произойти и в момент родов, и в момент нарушения гигиены мамы и девочки. Особенно в первые несколько лет жизни нормального иммунитета в половых органах у девочки нет. И если мама будет неаккуратна, и она будет носителем, то она может, конечно, инфицировать и своего ребенка. Такое может быть. Но это, в общем-то, не наша тема. Это, в общем-то, скажем, объект исследования детской гинекологии. И они тоже есть, эти исследования, сталкиваются. Просто мне хотелось бы сказать. Читаете в интернете – молодцы. Но надо смотреть, где проводились эти исследования, на, скажем, каком материале, откуда вообще эта информация. Потому что заболевания есть типичные для каждого региона и типичные для каждой страны. И это тоже надо учитывать. Приходят пациентки и говорят, ой, я прочитала, что эрозия – это неправильное название, это эктопия. Я говорю, всё верно, это эктопия. И что её лечить не нужно. Я говорю, не хотите не лечить. Это ваше личное дело. Только напишите мне, что отказываюсь от лечения. А почему я должна писать? Я говорю, ну как же, как же. Вот давайте я вам нарисую. И вот именно вот этот эпителий, он становится мишенью для вируса папиллома человека. Если там нет плохих изменений, нет перестройки клеток, нет вируса папиллома человека, и возраст достаточно молодой, давайте понаблюдаем. Просто действительно, давайте через год придёте и посмотрим. Может быть, и следов от эрозии не останется. Или иногда приходят с некрасивой шейкой, находим воспалительный процесс. Вот Екатерина Александровна делает видеокульпоскопию. Пролечишь по-хорошему, она делает контроль. И смотрим, даже вот убирать нечего шейкой, идеально здоровая, идеально чистая, и всё зажило. Значит, инфекция поддерживала эти изменения. То есть надо понимать, что кроме простых микроорганизмов, которые могут вызывать воспаление, самая большая опасность представляет всё-таки вирус папиллома человека. И шейку можно увидеть глазом. Не понравится что-то сделать кульпоскопию, зафиксировать это в фотографиях и взять простую онкоцитологию, жидкостную онкоцитологию. Возможности у нас есть. И, в общем-то, грех жаловаться. И женские консультации не обделены возможностями. Не понравилось что-то в женской консультации. Вам, кажется, не объяснили, не уделили внимания. Приходите, мы объясним, уделим, сфотографируем, покажем. Возможность обследоваться у нескольких врачей, конечно же, никто не отменял. И как Вы привели пример, что ежегодно сдаётся цитология. На самом деле параллельно ещё развиваются весьма неприятные процессы в организме у женщины. Лучше всего, и это возможно, и хорошо, если так будет, что женщина будет параллельно отслеживаться, наблюдаться ещё у другого специалиста. Ну, Вы знаете, сказать там, не ходите к ним, ходите к нам, наверное, это не совсем корректно. Нет, так мы не говорим, конечно. Но иногда мы видим действительно дефекты других врачей. И, наверное, есть дефекты и наши. Поэтому хотелось бы, чтобы наши пациентки приходили к нам обратно и показывали, что мы упустили. Просто видим даже в видеокольпоскопии, где сфотографирована плохая шейка, но ничего не рекомендовано. Описано в подробностях перестройка клеток, но нет рекомендаций. Ну, возможно, нет, потому что доктор рассчитывал, что пациентка придёт к своему гинекологу и скажет, своему гинекологу, расскажите мне, что это такое. Вот Вам, пожалуйста, картинка смотрите. Не надо мне что-то делать, не надо жить с этим. Хорошо, если на шейке есть изменения, значит, мы должны отследить, они прогрессируют или после лечения они исчезли. Вот как Екатерина Александровна фиксирует. То есть это хорошо, именно наглядно видно. Да, ну, на этом мы вынуждены прерываться. К сожалению, время программы подошло к консюте. Мы сегодня затронули в очередной раз очень важную, серьёзную, касаемо определённого жизни, наверное, в том числе и женщины, факторов, которые может затронуть патология шейки матки. Рак шейки матки очень много. Не успели, к сожалению, поговорить о лечении вируса папиллома человека. Я надеюсь, что в следующих программах мы в этом ещё обязательно поговорим, так или иначе затронем эту тему важную. Итак, сегодня мы говорили о выявлении онкологических заболеваний. Улина Михайловна, да ещё хотите. Да, я хочу сказать, мужчина в этом плане гораздо более защищён. Он может осмотреть себя и увидеть какие-то образования, даже вызванные вирусом папиллома человека. Женщина же не может внутрь себя заглянуть, но ей может помочь в этом доктор. Поэтому, пожалуйста, милые пациентки, раз в полгода приходите на осмотр. Раз в год сдавайте онкоцитологию. Потому что к нам в наши руки попадались пациентки, которые не были у гинеколога по 5, по 10 лет и приходили уже с запущенной формой рака. Итак, не будем такого допускать. Не будем. Поэтому рекомендации от специалистов наших сегодняшних, наблюдаться у врачей, обязательно следить за собой, своим самочувствием. Задавать врачу. Задавать вопросы. Да, вот это самое важное, наверное. Не бояться разбираться во всём. И не допускать появления подобных заболеваний. Итак, в гостях у нас сегодня была Ульяна Подгорный, гинеколог-эндокринолог Медицинского центра «Мама» и Екатерина Мочилова, кушер-гинеколог Медцентра «Мама». Спасибо большое, уважаемые гости. Спасибо вам. Зовите нас, мы всё расскажем. С удовольствием. Да, будьте здоровы. До свидания. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста. Продолжение следует.